Иисус 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 Мы ждем тебя Открыть сердца О Иисус 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 Как ты дорог, дорог для меня. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, не бляжь ты мольбе моей. О, Иисус, поднимешь ты, коли упаду, Как ты дорог, дорог для меня. Слава Господу, братья и сестры! Рад вас всех поприветствовать в день воскресный в Божьем доме. Как говорим всегда, в самом лучшем месте, в самом прекрасном. Здесь престол Бога стоит. Отсюда Бог с нами, лицом к лицу говорит, через слово свое, Как вечный глашатай, рабы Божьи, которые говорят, На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей моих, Которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. И мы не должны умолкать, всегда милость с Божью провозглашать, Проповедовать Господа, потому что мы Его любим, Он нам дорог. На земле все скоро, быстренько для нас потеряет всякую ценность, Потому что мы водворимся в вечные обители, куда мы с вами стремимся. Вот апостол Павел, когда был на земле, у него было очень-очень много различных переживаний, Трудностей, испытаний. И он говорил, я был в опасности, и там, и среди лжебратьев, и среди кораблекрушения, и так далее. Там целый спишек опасности жизни сопровождали. То и сегодня церковь сопровождают такие видимые факторы, которые нас устрашают. Вот как, например, сегодня, ну на Украине, оно, до кого не зайдешь, хочешь посмотреть? Смотри, Украину показывают, смотри. Ну и все, ну куда ты денешься? Оно сейчас действительно такое, очень для нас переживательное время. И вот я вспомнил апостола Павла, вот один текст вам прочитаю, послушайте. Это в Деянии апостола написано, 27 глава, 21 стиха. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, Мужи, надлежало послушаться меня. Не отходите открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Божий, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, Не бойся, Павел, тебе должно предстать предпесаря. Вот такая была опасность, трудность. И получил твердую уверенность. Павел, все, которые с тобой уплывут в этом корабле, никто не погибнет. Радостный такой сигнал от Бога получил. Корабль будет разбит. Ну, то все временное, что будет разрушено в нашей жизни, и тем наш Бог управляет. И вот я настолько уверен, знаете, люди, которые любят церковь, живут ею, стремятся для того, чтобы услышать Божий голос. Все, которые с тобой уплывут, не погибнут. Такое утвердительное и слово, которое нас немножко ободряет. И среди наших трудностей, различных испытаний, мы в руке Божьей, братья и сестры. Слава Господу! И будем благодарны, будем доверяться Боже. Ты наш корнчик, ты управляешь кораблем. И за рулем, за штурвалом этого могущественного корабля, на котором земные жители плывут, Бог всем управляет. Слава нашему Богу! И начиная наше собрание, принесем благодарности нашему Богу. В нашем собрании присутствует брат Володя Шепчук из Сакрамента, вот, член правления союза. Будет заключительное слово говорить. Помолимся Господу, преклоним свои стерца перед Нима. ПЕСНЯ 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 Рады не нас, мужчин, Быть на земле твоей слои солёною. Дай, моя Бог, привязи расселяющим, Чтобы открыть людям истину Божию. Мори, открой, ты нам очень духовные, Бейте всегда твою словно-небесною. Все удали наши мысли вековные, Дай не забыть твою шерпу горбонскую. Боже наш, будь нам звездой путеводна зьму, Наши победы, услыши сердечный дик. Славим тебя за любовь несменная, Славим за жизнь и обиделим вечный. Хвала Богу нашему, братья и сёстры, возлюбленные, В этот утренний час мир вашему сердцу. От престола Божьего, посредством Духа Святого, Господь желает всем мира. Написано, Господь говорит через апостола Павла, «Когда вы сходитесь, у каждого есть». И первое стоит Псалом. Братья и сёстры, я думаю, что мы должны всегда размышлять, как написано в Слове Божьем. Никогда не умолять никакое служение в Церкви. Дух Святой через любое служение, которое помазано Духом Святым, утешает, обличает, наставляет, возвещает будущее. Я думаю, что мы сегодня уже что-то получили для себя, какое-то слово через общее пестопение. Когда у вас есть Псалом, когда мы все вместе поём, братья и сёстры, необходимо, чтобы наши сердца, если мы поём «Слава Богу!» Правый, написано, «Правому прилично словословить Господа». В этот момент, братья и сёстры, я всегда смотрю на своё сердце. Или же я правый, или осуждает меня сердце. Если нет, я пою вместе со всеми «Славословлю Господа», приношу Ему жертву бескровную, как хор пропел. И хор пропел нам ещё очень много, очень много богатое слово, чтобы иметь источник благодатный, благие намерения, чтобы Господь дал нам. И мы сегодня о них будем говорить. Брат Пётр вначале нам местописание напомнил, что никто не погибнет. И надо было, Павел говорит, слушать меня, не отходить от пристани. Он имел от Господа откровение, что будет буря. И Он говорил, чтобы не отходить от пристани. Какой-то образ для нас, братья и сёстры, не отходить от Господа. Когда мы в Нём, тогда и бури Он усмиряет. И сегодня хотелось бы мне, братья и сёстры, говорить тоже о бурях. Я думаю, что Церковь Божья, она потрясена событиями на Украине. Но больше всего, я думаю, мы потрясены тем, что происходит с молодёжью. Четверо человек погибло в аварии. Это последняя была авария. Мы все очевидцы этого смотрели, слушали. Братья и сёстры, Церковь Божья потрясена, молодёжь потрясена. В аварии изгорели. Такая ужасная смерть. Я думаю, что потрясена. И вот как эти люди, которые прилили на корабле, они даже отказались кушать. Вы знаете, они даже... Вот вы знаете, порой так происходит в моей жизни, я тоже с молоду, когда Господь совершает какие-то суды. Происходит, знаете, как бы остановка. Господи, а что же дальше делать? Как быть дальше? Господь говорит на корабле, Павел говорит, теперь вкусите пищи. Братья и сёстры, я думаю, что когда Господь даёт нам истинное питьё, истинную пищу, тогда мы утешаемся, мы идём дальше. Я очень много мест священного писания хотел бы почитать сегодня. И вот 13 глава от Луки с 1 стиха по 9 стих. Почитаем текст Писания. 13 глава Луки с 1 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которые кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал им притчу. Некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу и пришёл искать плода на ней, и не нашёл. И сказал винограду, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби её, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом. Не принесёт ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь её. Вот это местописание, братья и сёстры, оно неразрывно связано с притчей Иисуса Христа. Пришли люди, вот то же самое, как у нас сегодня, случился случай, и их происходит очень много. Братья и сёстры, им бывает недоумение. Обязательно первое, что люди по натуре своей могут осудить. Братья и сёстры, я думаю, что, конечно же, прежде всего, в духовном мире, в новозаветнем служении, Господь говорит, что прежде всего, чтобы мы судили сами себя. Вы помните, я не буду местописание читать, Финиес, это сын священника. Когда народ стал блудодействовать, народ израильский, и в глазах всего народа, вы помните, что происходило страшное, было блудодеяние, и вот один из, один юноша ведёт, ведёт женщину, в глазах всего народа, братья и сёстры, ведёт до чего дошло беззаконие, ведёт в глазах народа в шатёр свой, и один юноша, Финиес, берёт копьё, и идёт, и поражает в живот, и остановилось поражение. Братья и сёстры, я думаю, что в новозаветнем служении, Господь говорит, что прежде всего, это образы для нас, чтобы мы не были похотливы. Он прежде всего говорит, чтобы мы сами судили себя, потому что храм Духа Святого, это мы сами есть. Если что-то случается вокруг нас, братья и сёстры, мы можем судить, но каким судом? Прежде всего, судить себя. Может быть, нужно взять копьё? Может быть, нужно поступить по примеру, как Господь Иисус Христос совершил эту же победу? Он говорит, что Он, семя твоё, будет поражать в голову. В голову. Там будет остановка. Почему в живот? Это остановка жизни. Дальше не будет рождения этого греха. Может быть, нужно, братья и сёстры, прежде всего судить себя. Нужно взять копьё и остановить ту похоть, то, в чём осуждает меня Господь. Прежде всего, братья и сёстры, вот об этом говорит Господь. Да, церковь может размышлять, и мы приходим в страх, почему Господь судится. Братья и сёстры, я сегодня не буду говорить именно о суде. очень много Господь может говорить нам через обстоятельства, когда к Иову приходили и осуждали его, но там была совершенно другая ситуация. Поэтому, братья и сёстры, я знаю, что прежде всего нужно судить. Нужно судить, потому что Иисус Христос сказал, «Если не покаетесь, так же погибнете». И он продолжает и говорит притчу. Была смоковница посажена, и вот пришёл, пришёл виноградчик, чтобы срубить её, но был заступник и говорил, что я её обложу навозом, может быть, она принесёт ещё плод. Братья и сёстры, о каком плоде Господь говорит здесь? О каком плоде, братья и сёстры, говорит о плоде покаяния? Это первый плод, который должен начинаться, когда мы просыпаемся, это первый плод. Когда мы ходим перед Господом, это первый плод. Когда мы начинаем приносить жертвы Господу, приноси первый плод покаяния. Господь говорит, что если не покаетесь, так же погибнете Вы думаете, они были грешнее всех? Братья и сестры, я сегодня не сужу этот отдельный случай Но я думаю, что Дух Святой нас сегодня Именно собрал для того, чтобы научить и утешить Я думаю, это милость Божья, что суд Господь пришел свести на землю И я не буду читать местописание, мы все, те, которые участвуем в вечере любви В вечере Господней Мы все читаем местописание Мы должны судить сами себя Если мы сами себя не судим, чтобы не быть осужденными с миром Господь судится со своей церковью Кто-то из молодежи, из детей скажет Я еще не член церкви, я могу делать что угодно Нет Вы освящены родителями, поэтому вы святы На вас так же святое слово имеет право Господь вас так же любит Если вы скажете, Господь меня любит, я не хочу вечность Да, я могу тогда делать что угодно Но дети Братья и сестры В лице всего народа Фиенесс заступил Что было в лице всего народа? Посмотрите, что сейчас происходит на Фейсбук На всех этих веб-сайдах Чем занимается наш христианский народ? Братья и сестры Я вам местописание одно прочитаю О чем пророчески писал Павел Это записано филиппийцам Вторая глава Третья глава Филиппийцам 17-21 стих Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу Какой имеете в нас Ибо многие, о которых я часто говорил вам А теперь даже со слезами говорю Поступают как враги Христа Христова Их конец погибель, их Бог чрева И слава их срами, они мыслят о земном Наше же живительство на небесах, откуда мы ожидаем И спасителя Господа нашего Иисуса Христа Который уничиженное тело наше Преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую он действует и покоряет себе все Какую мысль апостол Павел говорит Они поступают как враги креста Христова Их конец погибель, их Бог чрева Слава их срами, они мыслят о земном Братья и сестры, мы сегодня будем говорить так, как есть Вы знаете, вот смотря на это все На жизнь верующих людей Я отмечу первое Их Бог чрева Господь говорит, чтобы ваши сердца не отягчились объедением Братья и сестры, очень унизительно Говорит сегодня о этих вещах Выставляют, что я покушал сегодня Что я покушал вчера Что я кушаю сегодня И что я буду кушать завтра Различные рецепты Различные такие заморские блюда И этим занимается народ Божий Братья и сестры Братья и сестры, не об этом ли писал Павел, говоря, что Бог их чрева Братья и сестры, я думаю, что это стыдно об этом говорить Стыдно об этом говорить Наша пища Царствие Божие, это не пища и питье Но праведность, мир и радость во Святом Духе Братья и сестры, я, знаете, наблюдаю за одной семьей Она не здесь живет, она живет в России Вы знаете, вот взрослые люди Нормальная семья Да, богато живут Но выставляют Стыдно Братья и сестры, решил в своем сердце позвонить Павел говорит, что со слезами Говорю Братья и сестры, не осуждать Не осуждать, да Со слезами говорю Со слезами, стыдно Хочется сказать Купили мебель, говорят Пишут, выставив мебель и пишут Помогите нам ее расставить Братья и сестры, зачем это все? Показать свою мебель, какую купил Кто-то, да, это присуще людям Которые начинают свой духовный уровень Братья и сестры, но ближе к нам спасение Нежели когда мы уверовали Братья и сестры Но не этим надо заниматься О чем стыдно говорить в церкви Бог их чрева Слава их в сраме Братья и сестры Посмотрите Как выставляем Что выставляет Наша молодежь Я не говорю Молодежь, что вы выставляете Слава их в сраме Но Павел говорит, что уничиженное тело наше Он преобразит так Что выставляем? Тело свое Оно должно быть уничиженное Потому что это есть храм Духа Святого Мы не имеем права оскорблять Мы не имеем права оскорблять Духа Святого Братья и сестры Это есть храм Духа Святого Живущего в вас Мы не имеем права выставлять на Гату Где бы ты ни был На Гавайях или на Карибских островах Где бы ты ни был Не имеешь права выставлять Это слава Братья и сестры, разве это наша слава? Наша слава не в сраме. Наша слава в том, что преображено наше уничиженное тело. Уничиженное, потому что мы сами его должны уничижать. Сами должны усмирять и порабощать. Уничиженное. Если оно уничиженное, оно не будет преображено в славное тело Иисуса Христа. Не будет, братья и сестры. Да, когда мы начинаем этот путь, молодежь, возможно, ошибки, возможно, но это непорядок в лицо всего народа. На весь мир церковь выставляет срамоту, и это и слава. Нет, братья и сестры, это не слава церкви. Конец их погибель. Братья и сестры, я думаю, что сегодня нам необходимо, когда произошло, происходят такие случаи. Мы можем увидеть, мы можем увидеть, когда мы выходим на эти сайты, как жила эта молодежь. Понимаете, мы можем увидеть, чем кто питался. Братья и сестры, я знаю, что Господь судья. Он только имеет право. Вы помните местописание, Господь говорил так, привел притчу, что были посажены и плевелы, и пшеница. Говорят ему, чтобы можно мы ангелы... Он говорит, в притче говорит так, я не буду читать, может быть, люди, те, которые жнецы, они говорят, можно мы пойдем и вырвем плевелы. Господь говорит, не делайте этого, чтобы вместе с плевелами не вырвать и пшеницы. Братья и сестры, я не здесь для того, чтобы сказать, что ты плевела, а ты пшеница. Нет, Господь говорит, не делайте этого, потому что вы не знаете, я не хочу льна курящего угостить и трости надломленные преломить. Господь любит нас сегодня, молодежь возлюбленная, даже если у тебя были ошибки. Но Господь что хочет сегодня? Плод покаяния. Были ошибки? Сними с веб-сайда все. Сними все постыдное, себя, одежду. Сними все. Сегодня Господь говорит, чтобы принесли плод, и первый плод это покаяние. И это нужно Господу. И помните, разбойник на кресте. Что он сделал? Он говорит, достойное мы делали. Господь говорит ему, будешь со мною в раю, слава Господу. Господь любит нас. Господь любит нашу молодежь. Господь любит наших детей. Господь желает, чтобы он принес суд на землю для церкви. Время начаться суду с Дома Божьего. И он начался со дня рождения церкви. Вы помните, в церкви Божьей случилось, что Анания и Сапфира помыслили, что надо выглядеть очень хорошо. Надо выглядеть и быть богатыми, и в то же время жертвенными. И говорят, мы не все деньги пожертвуем, а сделаем вид, что мы пожертвовали все. Братья и сестры, и вот за эти мысли пал муж, пала жена. Братья и сестры, мы не судим, что они лишились жизни вечной. Судья – единый Господь. Но он говорит, чтобы не быть осужденным с миром. Церковь судится здесь на земле. Особое привилегие от церкви, братья и сестры, слава за этого Господу. Слава Господу, братья и сестры, за то, что Господь судится здесь на земле. И великий страх написано, когда мужа похоронили, когда он упал бездыхнен, и видя это все, пришли в страх. Потом жена заходит, то же самое написано, в страх пришел народ Божий. Нам необходимо просто прийти в страх. И это первое начало для того, чтобы принести плод. И первый плод – это покаяние. Братья и сестры, поэтому сегодняшнее служение. Да будет благословенно имя Господне. Мы все вместе своими устами пропели, это Иов сказал. Да будет имя Господне благословенно, что бы ни случилось в нашей семье. Вы знаете, когда апостол Павел в Коринфянам, в первом послании писал, что у вас появилось благодеяние, которое даже нет у язычников, во втором послании он пишет и говорит, что это послание опечалило вас. Опечалило так, что, братья и сестры, люди… Павел даже переживал, что сатана сделает ущерб, потому что люди, знаете, он предал сатане во изможжение плоти, чтобы дух был спасен вместе с Господом. И люди опечалились, люди не знали, что делать, что делать дальше, как быть. То же самое, что на корабле. И он пишет во втором послании, что посмотрите, это послание, что произвело вас. Я даже прочитаю, братья и сестры, второе послание к Коринфянам. Это написано во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 8 стих и ниже. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 8 стих и ниже. Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие. Какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Братья и сестры, вы знаете, в своей молодости я встречал очень много молодых людей. Ну и сам был по ревности такой. Думаю, вот что-то где-то произошло, кто-то так вот неправильно оделся. Неправильно себя ведет. Финеес – хороший пример. Взять копье, идти поражать. И это какая слава. Выйти, выйти. И бывает, знаете, даже бывало пророчество, дерзали люди от себя, обречая во грехе. Братья и сестры, я знаю, что это большая ответственность говорить об этом. Я знаю, сколько свои, я знаю, и вы тоже видели в жизни, когда кто-то осуждает сильно чужих детей, Господь проводит такими трудными дорогами. Потом эти люди очень горько плачут. Они осуждали другие семьи. Но есть посев, есть жатва. В этой семье смотришь, такая наглость детей. Такой позор. Братья и сестры, поэтому это большая ответственность. Поэтому я стоя пред Господом, пред вами, я скажу, что это послание, это все то, что происходит, не мы делаем. Братья и сестры, Господь говорит, что если вы непослушны, то вы непослушны не человеку, но Богу. А мы имеем Духа Святого. Братья и сестры, сегодня не я говорю, сохрани меня Господь, чтобы я, посеявши от себя что-то, какое-то слово, чтобы я пошал в своей жизни. Но Господь говорит, что не покорен не человеку, но Богу. Это не человек сегодня, говорит, не Петр произвел, не Петр убил. Если в Старом Завете происходило так, он пошел убил Финис, нет, братья и сестры, пусть Дух Святой сегодня нас обличая, поразил, Дух Святой поразил, Господь поразил этих людей. Ананию Сапфиру. Это новое, новое служение, новозаветное служение, когда Господь Духом Святым обличает. Он говорит, когда это послание вы услышали, я было пожалел, потому что ему было печально говорить это. Человека, знаете, возможение плоти, я бывает болею, какой это ужас, это ад на земле. Кому пожелаешь? И Павел сильно печалился. Он имел отцовское сердце, братья и сестры. Я думаю, те, которые обличают кого-то, прежде всего нужно иметь отцовское сердце. Потом, говорит, что-то, судить себя, потом уже иметь отцовское сердце. И он говорит, я пожалел. А потом, говорит, вы ничем, никакого вреда не произвели, не потерпели. И что вас произвело послание? Он говорит, что вас послание произвело. Какое негодование на виновного? Братья и сестры, и вот сегодня мы можем негодовать на кого-то, но давайте посмотрим, как негодовать. Я думаю, братья и сестры, мне хотелось бы негодовать. Если мой сын и моя дочь что-то делают, я думаю, правильное негодование. Или если на кого-то негодуют, сказать, сын, там, сынок, для чего ты позоришь родителей своих? Какое негодование на виновного? Да, он виновен. Какой позор ты приносишь в церкви? Дочь, сын Бога Живого. Какое негодование? Вот, братья и сестры, должно быть правильное негодование. Потому что Павел говорит, я со слезами говорю. Правильное негодование, он показывает образ. Он говорит, смотрите на тот образ, какой имеете в нас. Правильное негодование. Со слезами говорю. Почему ты позоришь отца свою, мать? Почему ты позоришь церковь свою? Братья и сестры, это правильное негодование. Поэтому пусть Господь благословит нас всех, чтобы нам сегодня, в это время, когда судится Господь церковью своей, ободриться, принявшей эту пищу от Духа Святого, принести, самое главное, братья и сестры, плод святости. И кто приносит этот плод? Плод покаяния. Плод святости начинается с плода покаяния. Господь Иисус Христос, это Он сделал, братья и сестры, Он пошел, заступил нас. Он не пришел, чтобы судить нас. Но во второе пришествие Он придет судить. В первое пришел, Он пришел, чтобы послужить нам. Он показал образ. Он сам пошел, пострадал за нас. Слава Господу! Он нам помог покаяться. Он сказал, что Я взял ваши грехи. Не вы виновны. Вы потеряны были водами. Я взял ваши грехи эти водами. Я за вас, я сострадаю вам. Он помогает нам покаяться. Не ты виноват. Да, от суетной жизни Господь нас искупил, преданное нам от отцов. Приняли мы это, братья и сестры. И Господь говорит, что Я пошел. Он имеет отцовское сердце. Он имеет любовь. Поэтому, имея этого перед священника, мы сегодня, слышавшие это слово, в это утро проверим свое сердце. И принесем этот плод покаяния. Павел говорит к евреям, что не станем полагать основания обращению от мертвых дел к вере в Бога. Но если Господь позволит и это сделает. Почему, братья и сестры, у нас служение, не каждое служение, вот именно слово вот так звучит. Потому что у нас очень много различных служений, различного слова, увещевания, ободрения, различное слово. Поэтому на всякий день Господь дает, и как хозяйки наши, как наши жены возлюбленные, дают нам разную пищу. Господь нам дает разную пищу. Но сегодня Господь усмотрел Духом Святым, чтобы нам, именно позволяет Господь нам сегодня это сделать, обращению от мертвых дел в вере в Бога. Слава Господу! Поэтому склонимся пред Ним и принесем те плоды, которые сегодня приготовили мы Господом Духом Святым. Аминь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слава Господу! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И будет ли нам завить Бога Твоя? Скорее, скорее, прикривься ко мне, Тоскует душа от весна далеки. Вдруг слышу, как Господь нас, Как нежный погрязший напев, Как тихо и верен искусам С небес не победили мысль. Вдруг всегда в борьбе, Верен будь ты мне, Скорбный час надежды не теряй, Верен будь до смерти, Верен будь до смерти. И тогда в пути Сердце будет петь, Радость будет даже в трудный час. Я с тобой не бойся, Я с тобой не бойся. И переобратил радость с горькою, Снял печаль и днём с души моей, Наградил веселье, Наградил веселье, До славы тебя, душа моя, До славы тебя, душа моя. Слава Богу. Наши друзья приготовили для нас духовную пищу сегодня. И я хочу сказать, что у нас сегодня будут участвовать и дети, и взрослые. И давайте будем молиться и благословлять их, потому что часто бывает те, которые занимаются с детьми, вот здесь выстраивают, учат, тренируют, бывает сбиваются, что-то не так, давайте будем всё покрывать, благословлять. Группа детей сейчас расскажет и споют, затем сёстры Инна и Марина расскажут стих Диана и Лина сыграют для нас, потом брат Саша скажет несколько слов, краткое свидетельство и споют с сестрой, затем время брату Ивану он прочитает, брат Павел споёт, общее пение и будет материальное служение, второе слово. Спасибо. Спасибо. Молитвой, Отче наш, молитесь чаще. В ней каждом слове свой особый вес, и нет молитвы глубже, чище, сладче, чем эта к нам пришедшая с небес. Молитве этой можно научиться всему, что есть закон и благодать, как имени Господнему светиться, как воле Бога место сердце дать, и как прощать, чтобы получить прощение, как хлеб иметь насушенный на столе, как сохранить себя от искушений, как имя возносить Отца хвале. Ибо Твоё есть царство, сила, слава, не правда ли, какая красота, и это нам принадлежит по праву, это слова Учителя Христа. Минуту жизни трудную теснится сердце груз, одну молитву чудную твержу я на Иисус. Одну молитву чудную твержу я на Иисус. Есть сила благодатная, созвучит слов живы, и дышит непонятная, святая прелесть дни. И дышит непонятная, святая прелесть дни. С души, как время скатится, сомненья далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. И верится, и плачется, и так легко, легко. Молитвой, Отче наш, молитесь чаще, в ней каждом слове свой особый вес, и нет молитвы глубже, чище, сладче, чем это к нам пришедшее с небес. Аминь, слава Богу. Аминь, слава Богу. Без Христа налегке, по дороге зеленая, но призвал он меня и сказал неспроста, возьми крест свой и следуй за мною. Без Христа ты не можешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мною, поношение, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинно слов твоих враг извращать, и святые порывы твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг, и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой граг, а кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет быть по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище твое, он терзать тебя будет и там. Закаляясь в огне, очищается сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твою превратится печаль, если путь свой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я, Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 отсыхать, за три месяца полностью отпала. Как видите, чисто все, только значок остался. Я хочу просто призвать вас, что кровь Иисуса Христа и в сегодняшний день имеет большую силу. Пусть Господь будет прославлен. Я сейчас с твоей сестрой, которая у меня в гостях из Калифорнии, хотим прославить Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья мои, распятому, воскресшему и грядущему слава! Только ему одному, друзья мои! В Колоссянам 3.17 написано, что И все, что вы делаете словом или делом Все делайте во имя Иисуса Христа Благодаря через Него Бога и Отца И так, возлюбленные, только слово «все» Заключает в себе доброе, только доброе Дух Божий не дает покоя, друзья мои, беспокоит И знай, друг, что вечность впереди Добро или благо – качество божественное Зло – качество полярно-сверхъестественное Которым обладает Сатана Мне эта мудрость Господом дана Мне это знание Дух Божий дал Когда молился я и вопрошал Добрейший Бог, откуда зло пришло? Его мое создание родило Чтобы испытать живущих на земле Которые рождаются во зле И показать самим им образ зла Чтоб знали – зло рождается от зла А от добра рождается добро Пиши, разборчивый, о том мое перо Пиши, читай, пусть познают того Кто есть добро и больше ничего Друзья мои, сестра моя и брат Творенье Божье, будь добром богат Умри для зла, умри, умри, умри Гори любовью, друг Гори, гори Не бойся, друг, ты в этом не сгоришь Коль любишь ближнего, ему не мстишь Прощаешь всем, не судишь никого Не делаешь ты злого, ничего То значит, добрый ты Ты от добра От самого от раннего утра до вечера До темной ночи, брат Ты Божьей добротой богат Сестра моя, будь добротой богата Пусть добротой наполнится вся хата Пусть будет муж-глава, а ты подмога Сестра, жена и мама, бойся Бога Лишь только в страхе мудрость, не в свободе Безбожники мудры, лишь в своем роде А Божий человек, как указатель В духовном мире общий знаменатель О, человек, чудесное творенье Пожалуйста, пойми стихотворенье Возьми ты из него себе чуть-чуть И хоть немножечко добрее будь Я тоже человек, сестра и брат И добротой не очень я богат Но часто на коленях я шепчу О, Боже, я добрее стать хочу Друзья мои, мужья, отцы и братья Заключим жен, детей своих в объятья Давайте свои семьи мы любить Молиться Богу, верить и вопить Отец Небесный, помоги ты нам Мужьям, отцам и всем твоим сынам Чтоб, Боже, нам стремиться к вечности Чтоб не погибнуть нам в беспечности Мои родные, мы на крыльях времени Летим стрелой от племени до племени Рождаясь, умирая, краток век До остановки вечность человек Та пристань вечная, покой и тишина Чудесная небесная страна, о, человек Подумай ты о том, готов ли ты войти В отцовский дом, о, слушатель, я тоже человек Мой друг и мой, как твой короткий век Давай будем стремиться в небеса Где Божьей благости, любви краса О, Божий человек, люби Христа Мой брат, сестра, в нем полнота Спасенье, жизни вечной Верь ему, ему, ему и больше никому Надейся, верь и прославляй его Спасителей Бога своего Ему служи и перед ним ходи И помни, друг, что вечность впереди Аминь Слава Богу, братья и сестры Я хочу спеть старую песню Я люблю старые песни петь Господь учит нас, что мы должны всегда молиться и не унывать Иногда нам бывает очень тяжело И нам кажется, что Бог не слышит Это неправда Бог слышит Вокруг бури Нас никто не понимает Никто не может помочь И нам кажется, что Бог не слышит Бог слышит Друг, Бог всегда слышит Пожалуйста Молись, мой друг Молитва укращает Мучительный сомненья в сердце я Живит больную, душу исцеляет Не унывай Не унывай Мужайся и молись Молитвы светлой век Прикрылья Что пули От сует и тревог Молись, день радужный И в час бессилья И верь, что слышит Неизменный Бог Неизменный Бог Молись Ему Когда рассеять тучи Сомненья и Тоски бессилен ты Когда сирепый Ураган могучий Уносит дар Вселучшие мечты Молитвы светлой век Молитвы светлой век Прикрылья Что пули От сует и тревог Молись, день радужный И в час бессилья И верь, что слышит Неизменный Бог Молись, когда Разнебушует Молись, когда Разнебушует Молись, когда Святой Твое В Твоей ладе По гибелью грозит Когда в нужде В опаснах Силь в горе Не унывай Мужайся и молись Молись, 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 И верь, что слышит неизменный Бог, и верь, что слышит неизменный Бог, Бог все слышит. Перед нами сейчас материальный сбор. Давайте стоя споемся вместе общим пением. Хвалите Господа Творца Небес, пред множеством Его святых чудес. Хвалите Его, ангелы Его, Его хвалите, воинство Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как окна. Хвалите Его, небеса, небес, Его хвалите, густы всех сердец. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как окна. Хвалите Его, небеса, небес, Его хвалите, густы всех сердец. Хвалите Господа все от земли, как ветер глаз уты, его густы и густы, густы и густы, 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 густы все, густы. небеса небес его парень и гусли всех сердец хвалите его солнце и луна хвалите его звезды как одна хвалите его небеса небес его хвалите пусть и всех сердец хвалите господа цари и князья днём путь для всех днём истины и стезля его хвалите весь земной народ пусть каждый песк волы творцу поет хвалите его солнце и луна хвалите его звезды как одна хвалите его небеса небес его полите пусть и всех сердец хвалите его солнце и луна облитие возз estreraz иved на хвалите его небеса небес Его хвалить и гусли всех сердец. Самое первое – это слава Богу. Вы это говорите так изнутри, а? Он достоин этого? Конечно, достоин. Он делает все необходимое для нас, дает все нужное и для жизни, и для благочестия. Хорошо, я читаю местописание. Это Псалом 26, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем». Просил и ищу. Неужели только пребывать в доме Господнем? Но почему-то он еще что-то говорит здесь. «Созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Оказывается, в нашей жизни мы можем очень много просить, но не искать этого. Дело в том, что мы можем просить, «Господи, я хочу быть святым». Вы же просите так, да? А ищем ли мы этого? Ищем ли мы средства для этого, чтобы осветиться? Или возьмем даже самое простое. «Господи, дай мне хорошую работу». А я сижу на диване и занимаюсь своими делами. Так ты же ищи работу. Вырос человек уже в совершенных летах. «Господи, хочу иметь хорошую жену». Такую, как в Писании говорит, добродетельная такая. А сам сижу дома и на собрание даже не иду. Ты хочешь найти жену? Иди на собрание. Делай то, что положено. Исполняй волю Бога. Ищи лица Божьего, и Он тебе пошлет. Ну как же ты можешь просить, а сам и в собрание не хочешь посещать. Ну иногда в воскресенье подойдешь. А остальные дни? Оказывается, для того, чтобы хорошая судьба была, хорошая жизнь. Надо искать это. Я одного просил, и я это ищу. Хочешь хорошие заработки, а сидишь дома и ничего не делаешь? Ну надо же искать. Надо смотреть, где что-то лучшее. Как осветиться? Тоже надо искать. Ну и что интересно здесь еще? Потому что люди здесь очень много ищут. Вы знаете, ищут хороший транспорт. Там называют еще по-своему, есть язык такой уличный. Вот, ищут этого транспорта. Они день и ночь стараются, где приобрести, правдами, неправдами, какие-то деньги, средства, чтобы все-таки иметь этот транспорт. О, добился. Ездит, катается. Ну и надо уже заниматься машиной, надо поездки, надо туры всевозможные, трипи всевозможные. На собрание некогда идти. Ну и что ты выпросил? И для какой цели? Поэтому если мы что-то просим у Господа, определенная цель. И при том искать этого. Ну и когда-то апостол Петр спросил, Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой. Что нам будет? Ну вы знаете, апостол Петр был еврей, так? Вы знаете. И он спросил, что нам будет? Но мы оставили все. А мы что же спрашиваем у Господа? Вот мы идем за Ним. Господи, а вот я иду за Тобой. А что мне будет? Да. Что он сказал, что ему будет? В этой жизни во сто крат. И он перечисляет. А у будущей жизнь вечная. Вот почему и сказано. Прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его. Очень хорошо, когда мы ищем Божие Царство. Что бы это значило? Территория, которой владеет Господь. Мое сердце является этой территорией или нет? Моя внутренность, мой разум является? Здесь уже, как сказано, вот Царство Божие внутрь вас есть. Оно уже здесь у меня есть или нет? Я его где-то ищу. Нет, надо искать, чтобы это Божье Царство было здесь. Чтобы Господь царствовал во мне. А это нужно обязательно. Если Христос в вас, то тело мертвое для греха. Поэтому, когда мы ищем пребывание Господа в нас, это очень важно. Очень важно. Тело мертвое для греха. Сколько людей сегодня борются? Начиная с мыслей. Мыслей. Ужас. Как вот рой пчел. Ну, правда, пчеловоды не боятся. Они защищены вообще даже. Тот, кто боится, они его кусают. А кто не боится, они его не кусают. Значит, если уже получается, ну, прямо роятся эти мысли, прямо человека сбивая из пути. Хочет что-то хорошее сделать. Хочет что-то сказать. О чем-то размышлять. Мешают эти мысли. Почему? А потому что Христос там не царствует внутри. Там другие желания. Очень много влияет на это еще то, когда, вы знаете, сейчас очень все развито. Развита очень электроника. Электронные вещи. Смотришь в кармане. Смотришь там на стенках. Там, ну, кругом, с собой. И маленькие, и большие. И вот есть люди, которые там ищут. Допустим, если у меня это есть, я ищу там что-то библейское. Допустим, смотрю, ага, как там чудеса совершаются Божьи. Там иногда просматривал я Кэтрин Кульман, как там, ну, она совершала эти служения, хотя у нее тоже были там ошибки. Но я смотрю, вот еще что-нибудь интересно, там справочники библейские, там интересно можно искать. А другой ищет и найдет такое, что ему уже жениться не надо. А потом мучается, страдает. Это ужасно. Кто-то смотрит, ну, на форму. Так, смотришь, одна сестричка говорит мне, ты знаешь, брат, я тебе скажу так, когда я наполнена Божьим страхом, у меня все такое длинненькое, закрытое, все такое аккуратненькое. Как только теряется Божий страх, и все укорачивается. Прямо она, прямо мне так, ну, открыто сказала. Поэтому, когда мы ищем Божий страх, когда Он пребывает у нас, мы ищем это, смотрим, кто такой Бог. Мне пришлось как-то обратить внимание на проповеди Луи, забыл как-то его фамилию еще, американский проповедник, и он взял то, что засняли там космонавты, там в этом галактике вот эти, ну, вот это все. Я когда посмотрел, сколько этих галактик, сколько звезд, какая-то земля, что вся солнечная земля в этой галактике, какая-то точечка маленькая. Какого мы Бога имеем? Сильного Бога, могущества, управляет всем. Знает каждую звездочку, их миллиарды, миллиарды. Значит, Он знает название их. Мы называем Солнце. А кто знает, как Бога, какое название? Теперь, Он знает и наши дела, вникает в наши дела, в пути. Даже один стихотворец говорит, и мысли, и дела Он знает наперед. Вы знаете, мы, прошлое, допустим, старшие люди очень хорошо запоминают, ну, свою юность, детство, как там проходили какие-то интересные события, они запомнили. Зато вчерашнюю проповедь они могут не запомнить. Ну, почему-то так мы, понимаете, уже настолько там все много. Раз собрание было? Да, было. Хорошее? Ой, хорошее собрание. О чем говорили? Ой, хорошо говорили. Значит, а о чем именно? Поэтому очень важно сейчас, пока умы молодые, пока память хорошая, ходите на собрание, читайте Слово Божие, слушайте проповеди и слаживайте это. В сердце моем я сокрыл Слово Твое. Для какой цели? Чтобы не согрешать, чтобы не грешить. Если здесь Слово мысли эти не будут, не будем мы мучиться. Вы знаете, от наших мыслей зависит наше состояние. Каковы мысли человека, таков он и есть. И если вы хотите знать, насколько вы святы и настолько вы близки с Богом, сделайте такую резкую остановку, когда вы о чем-то думаете, о чем вы размышляете. Кто вы есть? Парни молодые, сестры, прямо подумайте, о чем вы размышляете, что вы ищете. И вы, когда заходите и видите молодых людей, посмотрите только на их внешность, на глаза посмотрите, и вы увидите, что они смотрели и чем они занимались. Посмотрите, как они ведут себя на молитве, и увидите разницу сразу. У них так, голова опущена, не взорится, значит, и все, уже вверх, уже голова не поднимается. Она не поднимается. Почему? Он насмотрелся не то, что нужно. Уже нету места для Иисуса. Так, одного я просил, того ищу. Что мне искать, когда уже там наполнено? Некуда. Пришли на собрание, и нету места поместить Божье Слово. Это очень опасно. Поэтому я так смотрю, одного я просил, того ищу. Какая цель? Чтобы пребывать мне в доме Господнем. Созерцать красоту Господню. Можно быть на собрании, и красоты Господней не видеть. Можно быть на собрании, и пустым уйти. А вот именно на собрании нужно найти вот эту красоту Господню. Какой красивый наш Господь. В каком смысле? Любящий, милующий, святой, оправдывающий, жизнь дающий, укрепляющий, исцеляющий. Вы знаете, при искушении Христос когда-то сказал, когда Сатана предложил ему, Иисус был голодный, все-таки сорок суток не кушал. Вот и сорок суток он в посте был, искуситель пришел. Но, если ты Божий Сын, скажи вот этим камнем, чтобы сделалось хлебами. И помните, какой ответ Иисуса? Значит, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом исходящим Иисус Божий. Оказывается, что мы можем искать только хлеб, хлеба, ну, правда, американцы сейчас, живущие в Америке, хлеб они ищут уже. У них есть много другого там. Другие блюда, так что на хлеб уже не смотрят. Еще те, которые приехали, старшие люди, они еще кушают хлеб. Я тоже любитель хлеба, при том, не тот отбеленный. Если вы кушаете отбеленный хлеб, значит, берите анблэч. Почему? Потому что все хорошее уже там забрано, и вы только будете, ну как, в ширости, а силы не будет. Вот, поэтому очень хорошо, когда, так что тут надо все перебирать, вы понимаете как. Я смотрю на это все, значит, ну, чем мы питаемся, чем, это очень много, очень много, значит, если мы неправильно питаемся, значит, изменяет нашу структуру, изменяет наше положение, наше состояние. Хорошо. Я, наверное, уже немножко пошел чуть-чуть далековато, но все-таки мне хочется, чтобы вместе с вами действительно искать Божьего Царства. Мне хочется вместе с вами получать благословение. Мне хочется каждый раз искать горнего, искать то, что назидает, то, что укрепляет, что нас поддерживает. Это нам нужно сегодня, чтобы наши глаза поднимались к небу. Иногда приглашают. Склоним наши головы для молитвы. А я так смотрю, интересно, в Писании хоть найду я такое место? И не нашел. Возвожу очи мои, Горан, откуда придет помощь моя. И поэтому я такое смотрю, да, это наша скромность, когда я нагрешил, ой, Господи, смираюсь крепко, да. А когда уже получил милость, поднимаю взоры к небесам, да, как вы поете. Это очень важно. Мы живем в таком мире, где написано, я вам скажу так, ну, я думаю так, что мы можем содержать красоту Господня. Я хотел еще обратить внимание из Евангелия Луки. Конечно, я так смотрю, что у нас времени не так много, поэтому я так большую тему не буду говорить. Вот. Но я думал сегодня говорит, что придите, научитесь, идите, возьму вас к себе. Но я буду очень коротко говорить. Евангелист Лука описывает, я так смотрю, шестая глава. это место, которое вы очень хорошо знаете. Шестая глава читаю. Это место Писания. Здесь, я думаю, вы помните случай, чем занимался Христос. Он взошел на гору и там молился. Сколько вы думаете? Две минуты? Пять? Всю ночь пробыл в молитве к Богу. Я не призываю вас, чтобы вы молились целую ночь, но я призываю к тому, чтобы вы соединились с Господом. За сколько вы это сделаете, то уже от вас зависит, когда раскроется ваше сердце. Мне как-то был случай, я встал на молитву, помолился, встал, смотрю, что-то не то. Нету той молитвы, все надо. Я взял Слово Божие, почитал, смотрю, а оно меня расплавило. Я смотрю, даже коснулся, хотя кажется и мужчина, и дедушка, а все-таки смотрю, слезки что-то так появились. О, вот это место для молитвы, встал, помолился по-настоящему, душу раскрыл пред Господом, сердце раскрыл, получил благословение. Вы делаете так или нет? Что-то вы не поняли. Вы перешли уже на английский язык или русский еще хорошо знаете? Хорошо знаете, да? Значит, вот старайтесь соединяться с Господом, старайтесь общаться, вы соединяетесь с Творцом неба и земли, вы получите большое богатство, вы получите силу. И вот, когда он там помолился, вот, у него было важное дело, он избрал 12 учеников, ну, их назвал апостолами, по имени там перечислено, а потом, сойдя с ними, встал он на ровном месте. Это уже мы читаем с 17 стиха. Значит, и множество народа, вот представьте себе, стал, опустился, много народа, то есть, избрал учеников апостолов и рядом. А вы смотрите, и совершает труд. Вот часто бывает так, что, ну, я как проповедник могу призывать тому другому, а сам не делаю. Это очень опасно. Почему? Потому что я говорю, нужно то, то, а сам далек от этого. Поэтому лучше говори уже о чем-то другом, но не говори то, что ты не делаешь. Здесь Христос показывал ученикам, как нужно делать. Вот я обращаю внимание. Значит, здесь и говорится так. И сойдя с ними, он стал на ровном месте, и множество учеников, и много народа, и все Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, кирских и седонских. И 18 стих. Которые пришли послушать Его, исцелиться от болезней своих, а также и страждущих от нечистых духов, и исцелялись. Значит, оказывается, интересно что? Люди, когда сходятся на собрание, они хотят что-то послушать. Кого послушать? Иисуса. Часто мы о себе говорим. Рассказываем, а я такой, я у меня то, то, то. А здесь, говорит, послушать Иисуса. И потом исцелиться от болезней своих, а также страждущих от нечистых духов, и исцелялись. Те, которые прикасались к Нему, они получали исцеление. И вот момент, который мы сегодня ощущаем, или вернее имеем, это момент нашего прикосновения к нашему Господу. Мы получаем силу, мы получаем укрепление. Чтобы выйти с этого места, мы могли противостать всем козням дьявольским. И не только это, у нас есть задача, поэтому я хотел так немножко, ну, кое-какие места Писания еще напомнить, еще у нас немножко есть время. Значит, первое послание Иоанна, пятая глава, я читаю девятнадцатый стих. Здесь Иоанн пишет, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Самое первое, мы должны понимать, где мы живем. Если мы не поймем, где мы живем, мы не поймем, что вокруг нас зло, и мы можем туда окунуться, мы можем попасть в это зло, куда бы вы ни включили. Допустим, если я хочу, у меня, допустим, в компьютере там Библия, симфония, все, у меня то, что необходимое есть. И вот, и так смотришь, а когда еще интернет откроется, если вы хотите что-то узнать, вы клыкнули, а оно там так просит со стороны, клык, 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 залезь туда, залезь туда, залезь туда. То есть, территория дьявольская, понимаете как? Территория сатанинская. И очень многие, не замечая это, идут туда. А потом плен попали, ну куда? Какое уже служение Богу? Какое уже исполнение заповеди Господней, возлюби Господа всем сердцем, всей душой, когда сердце и душа уже наполнены другим? Уже ничего этого нету. Я уже смотрю в зеркало, так, а как я сегодня выгляжу? А как на меня было смотреть? А как тут кругом? Как? Обратят внимание или нет на меня? Совсем другое уже получается служение. Поэтому я так смотрю, то что здесь. Весь мир лежит возле. И когда мы знаем, что мы от Бога, у нас Дух Святой. Мы новое рождение. Иногда бывают случаи такие, когда люди говорят, не зная, что мы от Бога, понимают, да, я Божье дитя. Она говорит, а у меня родители были вот такие, они были одержимы, они волшебники. Ой, помолитесь об освобождении, вот этой зависимости. Я говорю, слушай, родители родились, они обыкновенным рождением, и ты тоже. Вот Адама туда, с той стороны, грех передан был, да, действительно, они занимались этим. А у тебя нового рождения не произошло? Ты не переродился, а там прямо сказано, должно вам родиться свыше. Слушай, то у тебя рождение другое. Зачем ты твоей верой принимаешь вот это все? Это одна сторона. То действует только тогда, когда ты не рожден свыше, или когда ты залез на чужую территорию, на вражескую. Если ты полез на вражескую территорию, то вот это все от твоих прародителей грешных, оно на тебе уже будет точно. Потому что тот, который смущал твоих родителей, он тебя будет смущать. Он к тебе подойдет. Поэтому ты раскаешься в этих грехов, и сатане не будет места. Это очень важно. Поэтому надо знать, что весь мир лежит во зле. А ты Божье дитя. Раз ты Божье дитя, значит все, тебе должно быть все божественное. Сердце новое и дух новый. Писание так говорит. Возьму из плоти вашего сердца каменное и вложу сердце плотяное. Чувствительное. Не то, что камень. Мама что-то говорит, сыночка, а ты мне не мешай. Дочь, там надо что-то помочь маме. Нет, нету времени, я пошла, я поехала. Значит, нет, это каменное сердце. А когда мягкое, то еще мама не сказала. А доченька говорит, мама, что тебе помочь, а ты мне сегодня на наслужай, дай я тебе помогу быстренько. Вот в чем тебе помогу? А сыночек, папочка, скажи, пожалуйста, что там еще сделать? У нас сегодня спевка. То есть, сердце каменное и плотяное, есть большая разница. И дух новый, это другие совсем желания. Это очень важно. И мы должны помнить, что мы от Бога. Хорошо, время бежит, очень, чуть быстрее буду говорить сейчас. Значит, я хотел обратить наше внимание на что? Евангелие Матвея, я читаю 9 глава, 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Значит, Иисус ходил. Потом дальше, следующее место мы читаем Марка, 1 глава, 16 стих. Поскольку Христос ходил проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя, люди слышали, видели. Если бы у вас совершилось большое здесь чудо, услышали бы или нет, вы бы строили новый молитвенный дом или бы искали другую территорию. Поэтому возрывнуйте, чтобы у вас хороший, еще лучше был, чем у вас есть дом, еще чтобы лучше был. Возрывнуйте так, чтобы Христос был здесь настолько в своей силе и власти, потому что Он здесь. Я понимаю, что здесь, и слава Богу, уже раз вы находитесь здесь, молитесь, Он-то здесь. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Но когда совершится какое-то особое, люди будут бежать сюда. Ну и вам придется, конечно, немножко с кошельками чуть-чуть построить новый дом. Но однако же, пусть Бог благословит и устроит. Я некоторым желал, пусть Бог вас так благословит, чтобы вы аж не помещались по количеству спасенных. Ну и дальше, обращая внимание, когда Иисус проповедовал Евангелие Царства и видит там Симон, Петр и Андрей, говорит, идите за мной, и я сделаю вас, чтобы вы будете ловцами человеков. Значит, самое первое, то, что делается с человеком, это надо последовать за Иисусом. Нужно идти за Ним. Это самое первое. Потом дальше мы обращаем внимание. Ивангелие Матвея 11 глава. Там сказано, все предано мне отцом моим. Значит, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. А потом дальше, 28 стих. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток с миром сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго мое благо, и время мое легко. Значит, когда мы последовали за Иисусом, мы можем где-то сзади, там спрятались, где-то сзади, где-то слушаем коридоры, где-то, а может даже мы на телефоне, иногда бывает так сейчас, на смс-ке уже там все. То есть, они, казалось бы, шли за Иисусом, но не научились. А вот Христос предглашает, раз ты уже христианин, раз ты уже пошел, пожалуйста, научись от меня. Научись скротости и смирения. А потом, то, что я уже прочитывал, значит, из этих множества учеников, он выбирает себе тех учеников, или тех из этих учеников, искренних, ревностных, и посылает их на труд уже тогда. Это те, которые последовали, которые научились, и совершайте труд. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, и мертвых воскрешайте. Если бы у вас хотя бы один мертвец здесь после молитвы встал, вы бы парковки занимали, наверное, за два часа раньше, или за три, чтобы поместились здесь. Поэтому, я почему так говорю, мы должны ревновать. Как я вам вначале сказал, одного я просил, того ищу. Если мы ищем того, чтобы Господь совершал чудеса, они нужны, эти чудеса, в наших домах, в семьях наших, над нашими сыновьями и дочерями, над мужьями, над женами, нужны чудеса. Какие? Чтобы они пришли к Богу. Чтобы они покаяли, чтобы служили Богу. Часто бывает, даже муж, жену не понимает, жена мужа не понимает. Смотришь на таких мелочах, что казалось, кажется, там же ничего нет. Родители, дети, но кажется, это же ваши родители. Они вас родили, мама 9 месяцев вас носила. А вы не почитаете, а вы не уважаете. Вы даже не обращаете внимания, что ей тяжело было. Поэтому очень важно обратить на это все внимание. И вот именно, когда я смотрю на Писание, значит, научитесь от меня, я кроток смирен сердцем, найдете покой душам вашим. После этого посылает их на труд. Совершайте работу. Как-то пришла одна женщина и, значит, говорит мне, ну, как она пришла? Ее привели. Она вот так вот дрожит вся, вот так вот дрожит. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну, как что случилось? У меня муж такой. Это через него. Я имею нервное потрясение такое. Вот. Я говорю, хорошо, будем молиться. Господь может помочь в этом вопросе. Мне уже никто не поможет, чтобы пришла за помощью. Вот. Говорит, уже мне и руки ложили, уже и молились, и мазали елеем. Даже это. Я говорю, нет. Вы знаете, мы подойдем ко Христу, и Он вам поможет. Да, смотрит на меня. Это церковь Бандарука? Я говорю, нет. Это церковь Иисуса Христа. А вам кто, бандарук нужен? Не, не, мне Христос. А, хорошо, тогда давайте пойдем к Нему. И вы думаете, немножко, значит, я только говорю, вы знаете, вы будете идти отсюда, если вы ко Христу подойдете, вы будете отсюда идти, радуясь. Она смотрит на меня. Ну, еще дрожит. Значит, начали беседовать. Слово Божие, вы знаете, Слово Божие, оно живо, оно действенно, оно острее мяча, обае до острого, оно проникает до разделения духа и души, состава мозгов, судит по мышлению, намерение сердечное, а потом все равно, ему дадим отчет. Я говорю, знаете что, а вам же тоже придется отчитаться. то есть, беседа у нас такая была, значит, хорошо. Вот, вы хотите, чтобы Бог действовал в вашем доме. Для того, чтобы Он действовал, вам надо с Ним подружить по-настоящему. В каком вы состоянии? Ропот, недовольствие, ну, обиды, огорчения, потому что муж не такой. Как же Бог может через вас действовать, воздействовать на вашего мужа? У вас нету человека, через которого, найдите мне, то есть, я искал человека, который бы стал в проломе. Кто у вас в этом проломе? Никого же нету. Начали беседовать. Вы можете, говорю, покаяться в том, что Бог не может через вас действовать? Вы знаете, когда она покаялась, потом начали молиться. Она как начала молиться, уже у меня не было молитвы, я уже кончил, но она еще молится. И вышли оттуда уже, и не дрожит ничего. Поэтому от нашего мышления, от того, как мы соединены с Господом, зависит наше состояние. И вы знаете, даже я так вот, мы с братом, который меня привез сюда, мы беседуем, я говорю, вы знаете, даже государственная структура влияет на христиан. Даже влияет. Вот какой дух в государстве, и христиане, которые не бодрствуют, оно влияет на этих людей. Вот почему мы должны думать, или помнить всегда. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит возле. И мы должны это помнить. И вот те ученики, которые, значит, Господь посмотрел, начал их посылать на труд, которые уже были приготовлены. А потом он говорит, в доме отца моего обители много. Правда, перед тем, как послать на труд, он еще сказал, вы примете силу, когда сойдет на воздух святой и будете мне свидетелем. Даже оказывается, для того, чтобы идти на труд, надо сила. А потом дальше, в конце, когда мы читаем, я так бегло, я вам сказал, что по чуть-чуть, так намеки, чтобы вы дома разработали, а то больше. Значит, в доме отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Вы хотите быть у Господа? В небесах хотите быть? Помните псалмы старые, потому что сейчас новые иногда такие псалмы, что-нибудь трудно понять, но легко учить, потому что там два слова и повторяются много раз. Вот. Ну-то я смотрю, значит, птички божьи домой собирайте, запомните, да? А потом с крылышек грязи очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Все псалмы были направлены на очищение, на освящение, на сближение с Богом. А современные, такие веселые, бегом, 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 не думайте о спасении, или вернее, ты уже спасен, все, уже обеспечили человека, о, ты уже Божье дитя, все, ты уже на небеса идешь. А может, ты в ад идешь? Какое твое состояние? В каком ты состоянии сегодня? Как твое соединение? Чем ты увлечен? Чем заняты твои мысли? Это очень важно. Но Писание говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Нам нужна сила Святого Духа. Нам нужна Божья благодать. Нам нужно помазание. Для чего? Чтобы Бог мог действовать в наших семьях. Я потом увидел ту женщину, и я понял, что муж ее стал в должное состояние. Она начала, недавно тоже был случай такой, тоже такое обвинение. Я говорю, слушай, Бог хочет через тебя трудиться. Хочет, чтобы ты спасла мужа. Хочет, чтобы ты тот... Она смотрит. Жена, откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа? Помните выражение, да? Муж, не знаю, откуда знаешь, не спасешь ли жены? Оказывается, что через мужа или через жену спасается семья. Только надо человек, через которого Бог мог бы действовать. Поэтому будьте теми людьми, через которые будет действовать Господь. Который будет действовать. Если вы в колледже где-то, Господь может там спасать. Если вы на работе, Он там может сказать. Поэтому нужно так. Не только идти за мной, как там сказано, не только, но придите и научитесь от меня. Значит, научиться. И потом Господь пошлет на труд. Вы будете трудиться, вы будете успешны. В силе Святого Духа будете совершать работу. А потом в конце Господь говорит, приду, возьму вас к себе. Это очень важно, быть с Господом. Я иногда задавал вопросы. Говорю, друзья, или там, вы хотите быть в небесах? Ну, кто же не хочет? А когда? Сегодня? Сегодня будем за исцелением молиться. Значит, оказывается, что мы хотим быть в небесах, но чуть-чуть попозже. А когда это позже? Ну, чуть-чуть подальше. А некоторые, правда, есть такие, Господи, я уже хочу быть с тобой. Правда, есть по рассуждению, говорят, а есть без рассуждения. Потому что мы как-то ехали в автобусе, брат, у которого в семье там что-то было, не в стройство. Знаете, вот так хотел бы сейчас вот раз и на небо. А не в стройство в семье. Патя говорит, а подожди, остановись. Мы выйдем с автобуса. Понимаете, потому что бывают случаи, когда люди не рассуждают. Страшно. Поэтому есть люди, которые хотят умереть, но они не готовы. Нам нужна готовность к переселению в небо. Возьми нужное для переселения. Чистота, святость, и нам это надо. Дело в том, что я думаю, сейчас совершим молитву. Пришли послушать Его, Господа. Я говорил вам с Писания. Вот места Писания я напоминал и некоторые примеры. Теперь, исцелиться от болезней своей. Вы хотите исцеление или нет? Сегодня или когда? Но бывают моменты. Если я получу исцеление, как одна сестра, я говорю, а если узнают, что вы исцеленные, от вас заберут пенсию, ну, Бог может так исцелить, чтобы не забрали? Нет, это точно, это не то, что я добавляю. Так было. И я посмотрел, она не может получить исцеление. Дело в том, что если ты хочешь исцеления, будь готов, от тебя могут забрать твои пенсионные пособия. И уже надо будет на работу идти. Поэтому тут надо расчет. Теперь, вы примете силу, значит, сойдет Дух Святой, да, будете свидетелями, а мы готовы принять силу для свидетельства. Мы готовы, эти настрадания. Павел говорит, что он больше всех потрудился, но что с ним было? И в глубине морской, и в опасностях был, и били его, и, наконец, история говорит, что он потерпел казнь большую. Поэтому я смотрю, а мы готовы, если мы просим силы, мы готовы отрешиться от себя, взять крест и идти за Господом. Это очень важно. Когда мы готовы, тогда мы можем просить эту силу и ревновать об этой силе. Потому что, если получить силу, то не для того, чтобы я сидел дома, и не для того, чтобы я мог хвалиться этой силой. Нет. Сила для спасения, для свидетельства. Ученики, когда услышали, они проповедовали, и Евангелие, подтверждая слова последующими знамениями. Но для того, чтобы знамения совершались, нам нужно жить согласно Божьего Слова. Нам надо, чтобы это Слово было в нас, чтобы мы могли его проповедовать, и потом сопровождение вот этими знамениями. А сейчас мы имеем возможность помолиться перед Господом. Скажите нужный Господу. Если в чем-то ваша, ну, недостаток в мышлениях, что-то такое было нехорошее, в желаниях, в какой-то зависимости, кто-то залез в интернет в запретные сайты, нехорошие. Вот, покайтесь и искренне. И при том, даже за таких людей иногда надо молиться об освобождении. И мне приходилось это делать. Даже после интернета пришли, молились, а он уже падает и начинает уже рвать, на рвоты потянуло. Но хорошо, что Господь их освободил, слава Богу, за это. Поэтому, кто уже залез далеко, придите к служителям церкви, расскажите ваше состояние, совершите молитву, освободитесь. Потому что рано или поздно нам придется представить Божье лицо. А сейчас, у кого есть какие-то нужды, скажите Господу и поблагодарим за то, что Бог дал вам прекрасное место, хорошую возможность. Это не так, как в Африке мы были, что там надо было сидеть на песку и там зной, и так вот, ну, потом кушали они там разные там червячки, разные все, а вы покушали хорошо вчера, может даже и сегодня уже кто-то покушал, мы все необходимое имеем, слава Богу нашему, вы женщине на голове не носите ведра с водой или там с какими-то, вот, а там носят, притом так и здесь, и здесь, и на голове, и в руках, я не знаю, как они выдерживают, вот, а мы иногда говорим, муж, ты не помог мне, мне тяжело. Поэтому давайте поблагодарим Господа, что мы живем в этой стране, что мы живем в таких условиях, что у нас все необходимое есть, слава нашему Богу, у нас есть еще выбор, и при том, есть возможность славить нашего Господа от чистого сердца, раскроем пред Ним наше сердце и прославим, пусть Дух Святой нас наполняет, чтобы мы были настоящими тружениками, чтобы Он взял нас потом к себе, аминь, помолимся Богу. Без Христа не мыслю жизни я, Он мощит опора и покров, дышит только им душа моя, за меня Он пролил свою кровь, для меня не дороже Христа, Его имя несет мне покой, ну вообще не быть с Ним всегда, для души ведь Он самый родной, без Христа не вижу цели я, без Него могу что получить, Он один, свет радость, без Моя, без Него я не хочу держить, для меня не дороже Христа, Его имя несет мне покой, ну вообще не быть с Ним всегда, для души ведь Он самый родной, без Христа куда же я пойду, без Него могу лишь что искать, только в Нем отраду я найду, Он один мне может счастье дать, для меня нет дороже Христа, его имя несет мне покой, для меня не быть с Ним всегда, для души ведь Он самый родной, для меня не дороже Христа, для меня не дороже Христа, для души ведь Он самый родной, Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, а лицо твое приятно для меня. Пожалуйста, голубица, где ты есть? Выйди! Вот он и голуб летит, голубицы. Знакомая пара вам? Не знакома? Дмитрий Романьев, это член нашей церкви. Видишь, не знаком. Наверное, редко ходишь, чаще надо. Нет, он бывает, да. Дмитрий Романьев и Афанасьева Надежда, это с церкви, где пастор, брат Александр, как называется церковь, пастора Гаврилова фамилия, когда-то он у нас был, потом он открыл церковь. Это с этой церкви. Молодые люди нашли себя, решили вступить в брак. Что скажет церковь молодым людям? Благословляем. Прекрасно. Слава Богу! Давайте мы им подарим молитву благословения. Она им так нужна. Помолимся Господу. Боже наш, слава Тебе, милосердный, благодатный, всемогущий. Господи, самое драгоценное для Тебя это бессмертные наши души, о которых Ты заботишься, но не только и о душах, Ты и о телах наших печется. Если, Господи, полевая трава так быстро, Господи, проходит, и Ты положил о ней заботу, и цветок полевой, один день цветет, а потом его нет, то о нас, где судьба является вечным объектом, пристальным взглядом Твоих небесных очей. Ты о нас проявляешь Твою премудрость и заботливая рука так очевидна для нас. Хвала Тебе! Слава Тебе! Благословляем Дмитрия и надежду! Храни их и оберегай их, как зеницу ока! Хвала за все Тебе! Аллилуйя! Бог Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Дмитрий и Надя, я Вас перед лицем всей церкви объявляю женихом и невестою. Приветствую Вас! Поздравляю Вас! Поздравляю Вас! Поздравляю Вас! Садитесь, пожалуйста! Садитесь! Значит, наша молодежь на этой неделе уезжает в Мексику. Пожалуйста, все, кто едут в Мексику, пройдите на платформу, и церковь о вас совершит молитву, чтобы Господь хранил вас. Пожалуйста, смелее те, кто в Мексику едут. Есть или нет? Есть, да? Смелее все, пожалуйста, пройдите! Пройдите все! А ты пока объяви, да, пожалуйста, чтобы потом не задерживать. Дорогие братья и сестры, особенно молодые семьи, мы хотим в эту субботу иметь общение, семейное там в домике на 7 часов вечера. Пожалуйста, приглашаются все желающие на 7 часов вечера в эту субботу. Смелее молодежь! Выходите! Я знаю вас, больше сорока человек едет. Да? Всех нету, да? Окей! Ну что ж, давайте мы благословим и брата Костю, всех, кто едет туда. Это не просто прогулка, это труд. Вы знаете, вот там купили участки для молитвенного дома, сейчас строится большой такой молитвенный дом. Это наши финансы там. Все вместе потихоньку. То плов купили, то там пирожки продали, все они копеечки собрали, что-то мы собирали им дали. И там это тоже деньги стоит. Для них это величайшее благословение. И каждая такая поездка, вы знаете, их там с нетерпением ждут. Они же приезжают не с пустыми руками. Вы же опять-таки снесете им, там посылки понапакуют. Они заранее здесь понаделят на каждую семью, расфасуют и везут не с пустыми. Они очень с радостью их там ожидают. Благословим, чтобы они и духовный хлеб им такой здравый, трезвый везли. Помолимся Господу. Отдадим их в руки нашего Небесного Отца. Братья и сестры, я очень сердечно благодарен всем, кто участвовали. Принесли продукты. У нас полный автобус уже. Слава Богу, все есть. За финансы, кто жертвовал. Прошу молитв ваших, потому что много новеньких едут, которые еще не раз не ездили. Группа большая, больше сорока человек. Я нуждаю, чтобы вы нас поддержали. Но надежда есть на Бога, что Бог поможет, что даст нам видеть опять Его руку, Его славу. И сегодня молодежь опять с утра пекли самсы. Будут предлагать, пожалуйста, поучаствуйте, чтобы мы финансы добрали. Пусть вас Бог благословит. Мы хотим вступить в члены церкви. Саша и Наташа Ткачук. Встаньте, где вы есть, Саша. Вот они уже сзади с ребеночком. Помните Ткачука Сашу? Уезжал на Украину, мы его благоставляли, он там женился, немножко пожил уже, птенчика на руках держат, а теперь назад возвратился. Я думаю, Саше не надо приходить для знакомства с братьями, так как мы его знали. Ну, он взял верующую сестричку. Как вы смотрите? Принимаем, братья и сестры? Назад в нашу семью. Принимаем, да. Так что, Саша и Наташа, мы вас обратно принимаем, члены нашей поместной церкви. Пусть Господь благословит вас. Садитесь. Такая записочка есть. Помолитесь, пожалуйста, и просят зачитать ее. За Дмитрия Горкушу, чтобы Бог приготовил его к переходу. Да, он уже вот на грани, я думаю, его силы оставляют. Значит, помолимся. И тоже много нужд. И все дети скорби родителей о детях, заканчивая наше собрание, принесем эти нужды Господу.